Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Первый случай заражения коронавирусом в школе. Дистанционное обучение организовано за счет других учителей школы. Как сейчас себя чувствует заболевший учитель и какие меры были приняты для безопасности учеников, узнавала Зарина Ахметова. Лесной целитель или шарлатан? Это мой ребенок, понимаете? Я не в секте нахожусь. В подробностях драматичной истории, разыгравшейся в Челнинском лесу, разбиралась Юлия Гоглева. Грант выиграли, а деньги не получили. Спустя 5-6 месяцев нам так и не выделили деньги, которые мы хотели бы вложить в развитие нашей будущей молочной фермы. Что теперь делать фермерам и получат ли они все-таки свои гранты, узнала Вероника Гайрудинова. Ждали всем селом. Основа духовной жизни же села, так ведь? Она призывает их к скромности. Новый Демкинскую мечеть после капремонта увидела Алия Гайрудинова. У преподавателя казанской школы номер 114 обнаружили коронавирус. Это первый случай в республике ковида в школе. После этого один из классов, где учитель вела уроки, отправили на дистанционное обучение. Педагог находится дома на амбулаторном лечении. Как это повлияло на учебный процесс во всей школе и как теперь будут препятствовать проникновению ковида в учебные заведения, узнавала Азарина Ахметова. Кто-то в курсе, а кто-то новость о заболевшем коронавирусом учителя узнал только сегодня. Несмотря на это, возле 114 школы толпа родителей, забирающих учеников начальных классов после уроков. На вопрос, страшно ли сейчас приводить ребенка на учебу, отвечают, других вариантов нет. Ну а куда одеваться? Все равно приходится ходить. Страшно? Но, с другой стороны, мы не хотим дистанционное обучение в первом классе. Все нормально, все закрыли же, там же один класс. Как-то обезопасили дополнительно ребенка? Конечно, у него у ребенка мантерс хороший, вон же он бегает. В том, что переживать не за что, нас заверили в самой школе. 17 сентября преподаватель 4 класса провела урок. После того, как у нее подтвердился диагноз COVID-19, 28 учеников перевели на дистанционку до 28 сентября. Дистанционное обучение организовано за счет других учителей школы. Был назначен исполняющий обязанности классного руководителя, так это класс маленький еще. Родители на данный момент поддерживают с этим заместителем непосредственно тесную связь. На данный момент каких-то принятий дополнительных мер в качестве изоляции каких-то других классов, закрытия на карантине других классов, предпосылок к этому нет. На изоляцию на две недели отправили и ряд сотрудников школы, контактировавших в тот день с этим преподавателем. Других случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы не установлено. Утренний фильтр администрации школы проводится, лиц с температурой и симптомами ОРВИ не выявлено. Сейчас в 114 школе каждый класс обучается в своем кабинете, на перемене в коридоре может находиться максимум два класса. Обязательно дезинфекция и проветривание. В таком усиленном противовирусном режиме сейчас учатся и в других школах республики. К тому есть причины. Только за прошлую неделю по республике по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 4800 случаев ОРВИ среди школьников. На 21 сентября в Казани на карантин из-за вирусных инфекций закрыты 28 классов в 10 школах. Зарина Ахметова, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Вся страна сегодня обсуждает историю отшельника из набережных Челнов, который живет в лесу уже 7 лет. И как было заявлено на одном из федеральных каналов, под предлогом психологической помощи он привлекает женщин в свою так называемую общину. Ряд экспертов назвали это сектой. Героями программы стала семья Минибаевых. Их дочь несколько лет общалась с Владимиром Суховым. Недавно она написала отказ от 6-летнего сына и мальчика забрали в приют. Завтра Челненский суд должен рассмотреть дело о лишении молодой женщины родительских прав. С подробностями этой истории Юлия Гоголева. Боровецкий лес, в котором вот уже 7 лет живет, теперь уже скандально известный лекарь человеческих душ, находится на окраине Челнов. Застать здесь главных героев сегодня не получилось. Владимир Сухов и его подопечная Лилия Минибаева еще не вернулись со съемок из Москвы. Зато на месте оказались другие почитатели его таланта. Все как один пришли за якобы бесплатной поддержкой. Некоторые здесь и остались. Я сюда попал, то что меня домой не пускает, я был выпивший. Пришел сюда в этот лес, он мне накормил сначала. Потом отправил прогуляться. Я сделал круг здоровья. И все-таки большинство друзей и пациенток гражданина Сухова одинокие женщины. Их родственники утверждают, после тесного общения с целителем они кардинально изменились. Отвернулись от семьи, коротко постриглись и вынесли из дома ценности. Женщин более, как мы помним, подвижная психика, поэтому и нагрузка на них достаточно серьезная в нашем мире. Поэтому и желание уйти, желание этого эскапизма, оно, скажем, я не скажу, что чаще оно бывает у женщин, но в случае, если есть возможность, женщины им достаточно охотно пользуются. Это мой ребенок, понимаете? Я не в секте нахожусь. Лилия Минебаева на консультацию к Сухову пришла несколько лет назад. Говорит, был сложный период. Родители не понимали, сына воспитывала одна. Быть добру! Итогом таких вот консультаций стало решение отправить мальчика в приют, чтобы не отдавать сына родителям, когда ушла в лес. Это было исключительно личное заявление матери о помещении ребенка в социальный приют, пока на период реабилитации. Ребенок там проходит и лечение, и различные обследования. Родители уверены, что Лилия решение приняла под влиянием отшельника Владимира Сухова. Танделя Минебаева намерена лишить дочь родительских прав. Суд по этому громкому делу пройдет в Челнах уже завтра. Если мама решила принять такое решение, наверное, будет правильно, потому что жить ребенку в лесу, конечно, это невозможно. Ему необходимо получать образований и какие-то меры поддержки. Если есть родственники, если со стороны родственников есть желание воспитывать этих детей, потому что в этом случае им тоже будет оказана государственная поддержка. При изучении этой истории стали известны подробности еще нескольких. Эксперты уже задаются вопросом, не секта ли это, законны ли его психологические консультации, откуда у лесного жителя коллекция раритетных автомобилей. Вопрос о том, вообще религиозное ли это сообщество, на сегодня остается открытым. Сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы, они дадут правовую оценку действиям Владимира Сухова. Судьба мальчика сейчас напрямую зависит от матери. Она должна сделать выбор, вернуться ли к сыну или остаться жить в лесу. Юлия Гоглева, Диана Малерова, Сергей Кищенко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережная Челны. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш ватсап. Его номер 8-987-420-01-01. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. На пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Рустам Мениханов предложил Ирину Волынец. Кандидатуру предстоит утвердить завтра на сессии госсовета. Сегодня решение президента одобрил комитет по социальной политике. Напомним, у Гузеля Удачиной в этом году истекает срок полномочий. И президентом она рекомендована на должность судей Конституционного суда. Ирина Волынец известна своей общественной деятельностью. Она член общественной палаты России и возглавляет национальный родительский комитет. У нее четверо детей, несколько высших образований, в том числе диплом Российской академии госслужбы. В 2018 году она выдвигалась и потом сняла свою кандидатуру с выборов президента России. Ирина Владимировна широко известна общественности. Она ведет активную деятельность, неразрывно связанную с поддержкой семьи и детства. Это предложение, хоть и было для меня действительно неожиданным, воспринято и членами моей семьи, и мной, и детьми, и мужем положительно. Потому что мы считаем, что на этом посту, в случае моего избрания, я смогу принести пользу. Потому что есть опыт, есть понимание сути проблем. Прокуратура Татарстана начала проверку после того, как 98 фермеров республики не получили выигранные гранты по программе «Агростартап». Конкурс состоялся еще в апреле, по нему было 162 победителя. Но гранты на создание и развитие своего КФХ получили только 64 фермера. Почему? Смогут ли они получить его сейчас? И что им теперь делать? Разбиралась Вероника Ганудинова. Мы приобрели участок здесь, на берегу Камы, именно в направлении животноводства под строительство фермы. Расширять свое личное подсобное хозяйство в Алексейском районе фермер Олег Пузырев планировал благодаря программе «Агростартап». Приобретенный для этого участок уже успел оградить, провести электричество и построить сеновал. Все за свой счет. Проект был строительство молочной фермы. Три миллиона на строительство, два на оборудование. Потому что своими силами мы не в состоянии построить такую большую ферму, чтобы расшириться. Мы надеялись на эту программу. Подали документы. Список победителей, в котором фермер тоже был, опубликовали на сайте Минсельхоза Республики еще в апреле. Но уже сентябрь, а денег нет. И таких, как Олег Пузырев, 98 человек. По данным Минсельхоза, грант в этом году получили 162 фермера. Вот он, список победителей. По нему видно, что кто-то из них хотел заняться разведением коров, другие растениеводством, третий, например, пчеловодством. Но только у одной трети из них получится реализовать свои планы. Остальные деньги так и не получили. Почему? Чтобы это выяснить, они обратились к уполномоченному при президенте Республики по защите прав предпринимателей. На горячую линию омбудсмена начали поступать запросы по агростартапу. Предложили им принять участие в нашей совместной встрече. Мы собираем у них подробную информацию, как это получилось, что они для этого сделали, каким образом они оформляли свои КФХ. На встрече присутствовал и прокурор Республики ведомства, начало проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности проведения конкурсов, а также последующего аннулирования некоторых результатов. В настоящее время в региональном Минсельхозе истребована первичная документация, изучается соответствующая нормативно-правовая база. Минсельхозе дали свое разъяснение ситуации. Грантополучатель и победитель конкурса, как оказалось, понятия разные. Победителями являются те крестьянско-фермерские хозяйства, и личное подсобное хозяйство, кто набрал более 18 баллов. Но грантополучателями являются крестьянские фермерские хозяйства, и личное подсобное хозяйство, которые набрали наибольшее количество баллов с учетом лимитов, которые предусмотрены по этой программе. В этом году на программу «Агростартап» было выделено из федерального и республиканского бюджетов 289 миллионов рублей. Эту сумму и получили 64 фермера. Гранты доходили до 5 миллионов рублей. Остальные 98 человек могли получить деньги при дополнительном финансировании. Так было в прошлом году. На программу были выделены дополнительные средства, и в срочном порядке искали желающих получить грант. В этом же году победители выбрали сразу с учетом резерва. Но доп. финансирования не поступило, и конкурс считается завершенным, утверждают в Минсельхозе. Чтобы претендовать на грант в следующем году по правилам агростартапа, фермерам теперь нужно закрыть свои КФХ. Если он закрыл свои КФХ в течение 6 месяцев, он может участвовать и в следующем году. И, соответственно, мы, как государственное бюджетное учреждение, готовы помочь и готовы сопровождать эти крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, подготовить документы, бизнес-планы, финмодели. И мы это все делаем бесплатно. Напомним, 2 сентября президент Рустам Неханов на коллегии Министерства сельского хозяйства попросил главу федерального ведомства увеличить объем выделяемых средств для развития фермерского движения, в том числе и по программе «Агростартап». Если поддержка будет оказана, а это 295 миллионов рублей из российского бюджета, то деньги смогут получить все победители «Агростартапа». Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Алексейский район, Казань. Единая сельскохозяйственная онлайн-платформа «Агрополия» начала свою работу. Теперь получать новые опыты и навыки в сфере сельского хозяйства можно в любой точке мира. На онлайн-курсах можно получить новые практические навыки, освоить технологии точного земледелия, биологизацию, пчеловодство и многое другое. Полученные знания помогут специалистам крупных предприятий и небольших ферм добиться качественных изменений в лучшую сторону в своей работе. Напомним, разработка платформы «Агрополия» была презентована президенту Татарстана Рустаму Миниханову в рамках Дня поля в Татарстане и получила положительную оценку. Чтобы попасть на площадку, нужно набрать в любом браузере agropolia.ru, зайти на портал и перейти во вкладку «Онлайн-образование». Горячая линия по всем интересующим вопросам работает круглосуточно. Цифровизация важна не только в сельскохозяйстве. Мы все прекрасно знаем и курсы государства, и наши республики на цифровизацию всех отраслей экономики. Поэтому мы для себя в рамках именно сельскохозяйства видим это пока одной из приоритетных задач на самом деле. Потому что цифровизация позволяет решить многие вопросы. Для нас на этой площадке важное – это конкретное качество материала и качество образования. В Татарстане зафиксирован 74-й случай смерти от коронавируса. 46-летняя женщина была госпитализирована с пневмонией. То, что причиной смерти стал COVID-19, установлено экспертизами. Всего за минувшие сутки в республике зафиксировано 21 новое случай заражения коронавирусом. Один из них завозной. Четыре пациента госпитализированы. Больше всего заболевших в Казани – это 18 человек. Еще по одному случаю в Зеленодольском, Кукмарском и Спасском районах. Итого, с начала пандемии в республике подтверждено 7065 случаев коронавируса. Выздоровели 5959 человек. Татарстанцы станут участниками всероссийского исследования кардиологов. Об этом сегодня рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава республики Зульфия Аким. Специалисты проекта СРФ проконсультируют и возьмут анализ крови участия жителей Казани, Чистопольского и Зеленодольского районов. Данные направят в Московский научный центр с целью выявления основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, с 29 октября в Казани пройдет трехдневный национальный конгресс кардиологов. Ожидается приезд тысячи ведущих специалистов со всей страны. Доступ к симпозиуму будет и онлайн у каждого российского врача. Предполагается один визит. Это достаточно объемное интервью. Пугать вас это не должно. Мы должны понимать, что мы вносим серьезный вклад в дальнейшее развитие здравоохранения Российской Федерации. Потому что если окажется, что какие-то факторы риска сейчас стали более значимы, соответственно на государственном уровне будут приниматься меры по сдерживанию распространения этих факторов риска. Главное событие этой недели – послание президента республики. Завтра в 10 часов утра в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Рустам Мениханов выступит с посланием к депутатам Госсовета республики. На церемонию приглашено более 700 человек. При этом посмотреть ее могут все татарстанцы. Прямая трансляция будет на нашем телеканале. О деталях элит в мотиве предстоящего послания Салават Мухаммадуллин. Большой концертный зал 24 сентября – 700 человек. Послание президента республики – это одно из главных событий года. Выступление Рустама Мениханова – это месседж не только законодателям. По его итогам должны будут сделать выводы и исполнительная власть, и бизнес-элита. Ровно в 10 часов утра на выездном заседании Госсовета обсудят вопросы как внутренних дел республики, так и внешних. Члены правительства, депутаты Государственного совета, главы районов, руководители предприятий и общественные деятели. Именно им предстоит заслушать послание президента и затем решать поставленные задачи. Во время прошлого послания Рустам Мениханов сделал акценты на праздновании 100-летия ТССР, 75-летия Победы, проведении переписи населения. Большой блок был посвящен человеческому капиталу и экономике, сохранению межнационального мира. Как правило, примерно за час выступления президенту удается охватить все направления развития республики. Какой вектор будет уже в постковидном мире, текст выступления держится в секрете и редактируется до последнего момента. Работа над посланием идет, идет, очень такая серьезная. Рустам Мургалевич в эти дни сам занимается ежедневно, что-то там добавляет, смотрит, актуализирует. Это такая достаточно серьезная, он с большой ответственностью относится к этому делу, потому что мы понимаем, что в данном случае это не просто послание к Государственному совету. Это по итогам, как правило, этого обращения формируется целый документ. Именно он станет условнодорожной картой развития республики на ближайший год. Главное выступление президента татарстанцы смогут увидеть в прямом эфире. Наш телеканал начнет трансляцию с восьми камер высокой четкости. Ровно в 10 часов утра повтор будет в 22.00. Салават Ухмадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И сегодня же Рустам Миниханов встретился с руководством компании «Мостотрест». Президент республики и генеральный директор предприятия Владимир Власов обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры региона и сотрудничества по ряду актуальных направлений. Проект даст импульс деловой активности и усилит экономические связи. Так, Владимир Путин сегодня на встрече с сенаторами Верхней палаты Совета Федерации поставил в пример скоростную трассу Москва-Казань-М12. Президент страны отметил, что проект является примером государственно-частного партнерства. Инвестиции оцениваются в 650 миллиардов рублей. Протяженность дороги составит 800 километров, и она пройдет по территории шести регионов. Шире использовать инструменты государственно-частного партнерства. Одним из примеров таких проектов является скоростная автодорога Москва-Казань, которую планируется завершить до 2024 года. В Казани могут открыться временные диагональные участки для движения машин. Такая мера может быть принята во время строительства капитальных трасс в жилые массивы. Об этом сегодня рассказала руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. Она отметила, что у Рустами Неханов в курсе проблем пробок в ЖК «Весна», «Каюки», «Салават-Купере» и в районе Салмачи. Сейчас прорабатываются решения. Есть там варианты решения, связанные с строительством, возможно, на время, пока будет капитально строиться основная дорога, какие-то диагональные, дополнительные, пустить участки дороги, движения для того, чтобы разгрузить. Этот вопрос находится в работе, он находится и на контроле президента. Ему постоянно об этом докладывают. О том, как строительство элитного поселка в английском стиле обернулось бедой для жителей поселка Татваленко, почему за эту дорогу теперь не берется ни застройщик, ни местной власти. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Решить проблему общественного транспорта, нехватки соцобъектов, благоустраивать город и дальше. Такие поручения от руководства республики получил сегодня новый мэр набережных Челнов. На первой сессии горсовета большинство вновь избранных депутатов проголосовали за Анаиля Магдеева. До этого градоначальником он проработал более шести лет. Доверие главе города от имени президента республики выразил и премьер Алексей Песошин. Дмитрий Алиник продолжит. Первое заседание городского совета муниципального образования город-набережных Челны четвертого созыва объявляется открытым. В горсовете набережных Челнов 45 депутатов. На должность мэра выдвинули двух кандидатов. От «Единой России» Нейли Магдеева, от «Справедливой России» Хариса Шарафулина. Из 35 депутатов, присутствующих на сессии, 32 проголосовали за Магдеева. Наил Магдеев, мэром Челнов, проработал шесть лет. За это время благоустроили все проспекты Автограда. Активно строили социальные объекты. Только в этом году открылись ледовый дворец, скрытый футбольный манеж, бассейн, тридцатских садов, здания татарского театра. По экономическому развитию набережные Челны занимают первое место среди всех моногородов страны. За эти годы работа на посту мэра провел себя как целеустремленный, эффективный, принципиальный руководитель, способный находить решения в сложных ситуациях. Достаточно смело и настойчиво отстаивающий интересы города и его жителей на самых разных уровнях власти. Изменения последних лет оценили и жители города. Нравится многое. Город меняется и в лучшую сторону. Очень нравится на самом деле. Ну, наверное, что-то для молодежи побольше каких-то досуговых центров, если честно. При этом в Челнах остается проблема. Отсутствуют большие пассажирские автобусы. Это первый вопрос, который поставлен перед вновь избранным мэром на сессии. Мы намерены в ближайшее время выйти на решение этого жизненно важного вопроса для города набережные Челны. Безусловно, полумиллионный город должен иметь хорошее транспортное обеспечение. В набережных Челнах за последние 15 лет численность населения выросла больше чем на 15 тысяч человек. В новых микрорайонах нужны школы, садики, поликлиники. Руководству города предстоит решать и эти вопросы. Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, набережные Челны. Оказание качественной медпомощи, а также решение транспортных и экологических вопросов. Такие основные направления развития Нижнекамска определил Айдар Медшин. Сегодня его избрали мэром города и главой района на третий срок. Напомним, что Айдар Медшин возглавляет Нижнекамск уже 14 лет. Решение приняли единогласно на районной сессии, в которой принял участие руководитель аппарата президента республики Азгат Сафаров. Планы связаны с улучшением качества жизни наших людей, с реализацией масштабных федеральных национальных проектов, муниципальных и республиканских программ. Руководители муниципалитетов избирали также в Зеленодольском, Лаишевском, Оксубаевском и ряде других районов. В селе Новая Демкина после капитального ремонта вновь заработала мечеть. Строительные работы длились ровно 4 месяца. За это время обновился фасад здания, крыша, полы, окна, а на минарете засверкал полумесяц. Кто и почему взялся за ремонт мечети, которая прослужила 3 десятилетия? Олега Хараддинова. Возле мечети села Новая Демкина яблоку негде упасть. Увидеть ее после ремонта пришли все. В числе гостей муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин и заместитель председателя госсовета Марат Ахметов. Закап ремонт мечети принялись 4 месяца назад. Тогда в разгар пандемии благую инициативу двух меценатов. Сельчане поддержали и сами помогали, как могли. Переелось все эти полы уже в старом состоянии. Уже холодно стало, ну, прихожанам нашим. И потолок тоже уже навесной стал уже. Пару раз падал месяц, полумесяц сам. Такие тяжкие времена пандемии у наших братьев, по вере, возникла такая хорошая, очень хорошая мысль. Давайте обновим мечеть, дом Аллаха. Вот они заново все перестроили. Мечеть была построена 28 лет назад. Все это время косметический ремонт делали сами прихожане. В этом году за дело взялись Равиль Кузюров и Раис Сулейманов. Их мамы – коренные новодемкинцы. Раис Сулейманов, как оказалось, уже построил мечеть в родном селе отца. Решил обновить в селе мамы. Первым Аллах села был из рода Кузюровых и начал работать в мечети еще в 1775 году. Муфтик Амиль Хазрат сегодня не только благодарит жителям его наказ. Главное, чтобы мечеть не пустовала. Основа духовной жизни же села, так ведь? Она призывает их к скромности. По ходу стройки Улэм Раис присылал нам смс-фотки. Значит, нужно, она предлагает, как говорится, молодежь воспитывает, чтобы людям, старикам помогать. Думаю, что он будет долго служить народу, демкинцам. Мечеть в селе была уже с 1934 года. И не одна, а три. Две сгорели, одну деревянную удалось сохранить. Позже на ее месте построили другую из кирпича. А сегодня в нее вдохнули новую жизнь. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре Марка. Успеете взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните. Четыре пятерки, три единицы. Буревестник – это крупнейшая транспортная компания по Волжье, включающая в себя разнообразие выбора автомобилей различных категорий. Стандарт, комфорт и премиум класса. Круглые сутки. Для вас доступны более 150 единиц техники для различных видов перевозок. Более 15 лет развития и роста на рынке транспортных услуг позволили доверить нам обслуживание таких крупных событий, как Универсиада 2013, Олимпийские игры в Сочи, Чемпионат водных видов спорта «Фина-Казань», Чемпионат мира по футболу, WorldSkills и многие другие. Обращаясь в компанию «Буревестник», вы получаете безопасность, комфорт и качество на протяжении всей поездки. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 500, 50, 82. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операций. Бесплатно. По полисам ОМС. Клиника «Фарм-Т». 292-66-77. Любовь – это встреча двух совершенно разных характеров. Когда вкус привычного нам кефира дополняет необычно нежный йогурт. В таком единстве рождается самое сильное чувство. Кефигурт. Люблю. Здравствуйте. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните. 2-167-166. Казань. Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса «Яндекс.Погода». В Бугульме, Баблахе, Ознакаево. Погода не изменится. Будет солнечно и тепло. А ветер стихнет. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге сохраняется безоблачная и солнечная погода. Осадки маловероятны. Плюс 15-16 градусов в днём. В Агрызе, Менделеевске, Октаныши, картина за окном порадует яркими красками и повышением температурного фона. До плюс 15. В Арске, Кукмаре и Балтаси также сохранится комфортная погода. 16-17 градусов выше ноля. В Болгаре, Дрожженому-Быинске, бабье лето в самом разгаре. Ясно, солнечно, тепло. До плюс 20. В Альметьевске, чисто полимомодыши, изменений в погоде не ожидается. При 16-17 градусов в днём. Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в Доктор Ост. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. Доктор Ост. За 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. Чтобы экономить на такси переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону. Чтобы экономить на такси переходите на Диди. Новый сервис для заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону. 210-400. В Казани в предстоящие сутки будет ясно и тепло. Осадки не ожидается. Ночью всего около 5 тепла. А днем 18 градусов выше 0. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление 760 миллиметров китутного столба. Влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.